приветствую всех с вами холдэйма и мы продолжаем проходить игру то небо не другая история продолжаем погружаться в нее стать и крайне приятный сейчас именно новость для меня отлетел из-за этого такой радостный это новость о том что через каких-то восемь дней или может парочку дней побольше именно для обычных людей скоро выйдет обновление за зайчика другая история и скорее всего добавит ну как по тизером я посмотрел будет скорее всего путь про путь ромки но все равно я буду надеяться что добавить и продолжение пути полины и там будет озвучка еще кстати говоря милиционера тихонова они смогли набрать денежки и это прям реально получается уже почти какой-то зайчик зайчик 2 или даже новая версия зайчика которая даже немножко в чем-то лучше оригинала ну что ж а перед тем как мы приступим к нашей новелки я думаю многие из вас кто смотрит популярных видеоблогеров задумываются о том чтобы начать свою свою собственную карьеру или начать свой канал чтобы делиться им творчеством чисто как хобби может быть у вас у вас уже есть думаю и логотип и в шапочкой идейки как они будут выглядеть и название но нет прямых рук чтобы сделать результат который вам был бы по вкусу если у вас такая же проблема была как у меня то вам прямая дорога на сообщество марта марта на графикс сообщество крайне хорошего человека дизайнера клиентов которого я также являюсь он делал как раз и превьюшку делал мне шапочку и логотипчик которого сейчас видите вот он недавно вернулся к работе и сам приятно именно у него есть отзывы довольных клиентов в том числе в них в них вхожу я и есть работы которые вы можете посмотреть и оценить и подходит ли он вам или нет сейчас как кстати еще идут и скидочки кстати говоря на работы так что довольно сейчас полезный такой шансик очень хороший чтобы урвать себе пакет ютуба или превьюшку вот он постарается сделать работу максимально вам подходящую будет именно он лично сами свяжется будет показывать вам прототип работ и вы будете уже лично обсуждать с ним как что где будет находиться чтобы добиться максимального результата если я вас заинтересовал и вы хотите уже поскорее отправиться в плавание по берегам ютуба то переходите в описании там будет ссылочка на эту группу и в камеру закреплю и в комментарии ну а мы возвращаемся к нашей любимой новелле не слишком ли много занятий по музыке в один день кстати говоря интересно я очень очень надеюсь что путь полины я надеюсь его раскроют путь полины ну и путь кати я знаю конечно что там добавили путь кати но интересно именно но я понял пути у ромки это путь кати если мы выберем ромку то у нас отношение наладится с ими на скате начнут сильно налажит а если мы идем в школу то это уже по пути более-менее близким взаимоотношения с катей точнее с полиной я конечно люблю катю она интересный персонаж но мне все равно хочется узнать побольше об полине да и к тому же я честно скажу это новелла мне кажется даже более лучшим вариантом новеллы оригинальный не в обиду но не знаю там просто не знаю более сильно вы делают упор на самих персонажей вот так вот ну ладно передать вперед но хотя бы на это ну хотя на что не пойдешь чтобы стать профессионалом ладно пора идти в класс снова блин к этой дмитриевне марии дмитриевне если я не помню если я не путаю имя не забыл его так о ура зайдя домой на пороге меня сразу встретила радостная оля ее лицо было намного светлее и довольнее чем в остальные дни а сама она чуть ли не прыгал после утреннего случая я был невероятно рад видеть ее счастливую детскую улыбку мама 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 тут тоже приешь тоже пришел кухне послушался мамин голос но из-за льющего все воды было сложно понять что она сказала пошли скорее тоже там папа такой классный мультик привез мама говорит что ты его очень любит очень любил вот такой спешке я немного растерялся ну ладно сейчас пойду подойду я снял куртку о каком мультике она говорит оставив рюкзак я не задерживаясь решил пройтись систем пройти к сестре в комнате оле все явно было готово к совместному просмотру телевизор работу подушки стояли на кровати у стенки а рядом на табуретке красовался поднос с открытой банкой сгущенки и стопкой нарезанного батона и днем блин у меня слабого стульки текут такой вкуснятин оля лихо запрыгнула на кровать и взяла пусть ну что ты готов ну давай посмотрим что там папа привез только я не долго воля то мне еще домашку делать я прекрасно понимаю сестру любому надоест сидеть в четырех стенах смотреть один и одни и те же мультики по сотни раз поэтому любое разнообразие для нее должно быть праздником должно быть праздником видик загудел на экране появилась картинка и тут я не мог поверить своим глазам это же утины истории мысли о домашке иных делах тут же отошли на другой план словно никогда и словно их никогда и не было я присел на кровати с открытым ртом не отрываясь смотрел на заставку были на то реально великолепный мультфильм понимаю его кстати говоря это отсылка опять-таки реализация той небольшой из записки в тетради полины что он очень любит этот мой во время припеву воля громко смеялась и напевала сказки у ха ха я уселся поудобнее это действительно мой самый любимый мультик детства и как я мог о нем забыть бесстрашный скрудж макдак это его племянники дили били-вили заклятый враг скруджик гонгольт братья гавс магика я прикрыт я практически помню я практически помню до сих пор всех и это как его а точно зигзаг макряк он ведь еще появлялся мультфильме про черного плаща блин мне слова достальгия нахлынувает но как по мне это лишь отклоняя отклонившаяся частичка действительно большой захватывающей истории о приключениях самого богатого селезня в мире от нахлынувших воспоминаний я стал непроизвольно улыбаться до так что уже было непонятно кто из нас сестру счастливее счастлива больше я вновь как раньше погрузился в страну беззаботности и детского восторга словно моя самая заветная самая долгожданная самая главная мечта диснейленд уже сбылась как же давно я не видел этот мультфильм в эту секунду в голове пролетела мысль что у меня еще куча домашней работы так кому она нужна сегодня я хочу побыть тем кем я суть сущности являюсь обычным ребенком пожалуй именно этого мне не хватало все эти дни давай вместе тоже в любой другой момент я бы назвал это детской глупостью но сейчас сказки у блин я не умею наплевать на реальником х х блин а приятно ой вечером пошел снег я стоял у распахнутой форточки из жадностью глотал холодный зимний воздух внутри комната внутри комнаты было невероятно душно и делать ничего ничего не хотелось вдобавок я только недавно закончил соли смотреть приключения дядюшки скруджа и с большим трудом сделал домашнюю работу теперь мне хотелось только тишины и немного спокойствия за окном большие хлопья снежинок кружились в своем неповторимом и завораживающем вальсе они то за за они то забавно сливались друг с приобретая чудный вид то взмывали вверх пропадая где-то в темноте некоторые снежинок залетали под снег фонаря под свет фонаря начиная праздно блестеть и переливаться глядя на эту картину у меня в голове непроизвольно зазвучала скрипка с ее вьющейся волшебной мелодии а вид подающий подающий живой зимний гирлянды начинал навевать ощущение праздника захотелось снова нарядить елку и с предвкушением ожидать нового года постояв еще пару минут у окна я достаточно насладившись красотой вечернего снегопада я повернулся и посмотрел на рюкзак что ж наконец-то у меня появилось время когда можно немного по ностальгировать открыв ее я перебрав учебники и перебрав учебники я нашел ту самую серию серую книжку которую мне дала полин аркадий и борис стругацкие и книг на обочине только сейчас я понял что так был рад очи очередной встречи с ней что даже не удосужился посмотреть что же именно я взял так вот нужно сделать мне все-таки небольшую скриншотик сделали продолжаем аркадий борис стругацкие пикник на обочине правда приятная прям приятная книжка атмосферная очень открыв книжка я быстро пробежался глазами по аннотации до этих ум до этих у меня руки так и не дошли хотя стругацкие это вроде как классика научной фантастики думаю их будет интересно прочесть я оставил рюкзак отставил рюкзак в сторону и заболелся на кровать открыв первую страницу я стал медленно погружаться в историю так прошло пару часов время стало приближаться к 12 а я все продолжал читать хоть и начинал понемногу клевать носом я надеялся дойти до конца главы и закончить как вдруг перевернув страницу мне на коленке упала сложенный сложенный несколько раз листок я подобрал его и в эту секунду мое сердце трепетно забилось это наверняка от полины она наверное специально отдала мне эту книгу интересно что она здесь написала что ей и что я ей нравлюсь что я ей нравлюсь план о том как нам сбежать отсюда или с каждой новой секунды меня все больше и больше начинала переполнять волнение и любопытство решив долго не пытать не пытать себя размышлениями и догадками я подскочил и подошел к столу пальцы сами стали разрывать листок а разворачивать листок отгибая одну сторону за другой но тут я заметил что бумага которую я держал в руках была слишком желтая и шершавая словно она пролежала там не пару дней а несколько лет так и что это у нас такое открыв шкафчик я аккуратно положил в него книжку рассмотрев все остальные предметы я закрыл ее наши да посмотрите на и и варюшка и номер полицейский развернув тетрадный лист я поднес его под лом мои подозрения мои подозрения подтвердились это определенно была записка но вот написано она была однозначно не поли вместо красивых плавно выведенных букв здесь был неаккуратный плящущий текст с мелким острым подчерком я сдвинул очки и попытался его прочитать меня есть просто интересные варианты прям превьюшку давай на превьюшку на превьюшку так я так давать прочитаем зря я пошел на это никто мне уже в р да и кто мне может верить если я могу быть и до конца я не могу быть до конца честно перед самим собой как это вообще случилось со мной когда когда я начал становиться тема 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 кем совсем не являюсь наверное тогда когда был взял эту чертову ручку но разве я мог тогда отказаться эта улыбка этот смех потом эта музыка она испытывает меня меняет меня любит они что это снова что гно пиму они гно пим тебя или как не знаю как прочесть тяжеловато я начинаю бояться хотя боятся я стал дом задолго до этого что-то все равно манит меня туда в эту тайгу но я не знаю что справедливый прессе заслухи ли не могу понять что он пишет желание постичь этот лес или какая-то магия маска бред это не может быть не бывает же в наши дни чудес на свете нет я не хочу больше этого не хочу эта игра зашла слишком далеко поскорее бы уже родители вернулись и я хочу уехать отсюда не хочу блин а ведь перед самим собой как это вообще случилось со мной так все было Далее несколько строчек были перечеркнуты, но потом снова шел текст. Почерк стал совсем кривым, еще более острым, словно у того, кто писал, начались судороги. Кого ты превратился, Витя Орешки? Кого? В зайчика. Что-то мне уже, Алиса, не нравится, я не очень хочу сходить с ума. Блин, вот тебе и наш предыдущий зайчик. И, кажется, его судьба была не очень хорошей. Я, наверное, нервно склотнул и отложил листок. Глаза тупо уставились в стенку, а в голове начинался полный бардак. Кто написал это? Когда? Я краем глаза, словно боясь увидеть что-то еще на этом плачке бумаги, посмотрел на текст. Эта улыбка, этот смех, а потом эта музыка, она испытывает меня. Меняет меня, я начинаю бояться. Имеет ли это какое-то отношение к Алисе и другим зверям? До сту процентов. Я сразу вспомнил ту ночь, когда за окном на поле я видел танец, когда... Тогда я ведь тоже боялся и не знал, что делать. Неужели были и другие? Другие. Я подвинул к себе листок и еще раз думчиво его прочитал. Вдруг мое внимание сконцентрировалось на имени. Витя Орешкин. Витя Орешкин. Я повторял его, и что-то в этом имени мне казалось знакомым. Витя Орешкин. Орешкин Витя. О.В. О.В. Козя... Меня не видно. Меня словно окатили ледяной водой. Я потянулся за ручкой и достал выигранную сегодня ручку. Мой взгляд упал на выцарпанные буквы. О.В.П. О.В.П. Это, скорее всего, аббревиатура от Орешкин Виктор. О.В.П. Значит отчество. Хотя, может, это просто совпадение. Не сомневаюсь, братец. Я перевернул листок. А, ты имеешь удовольствие. Я что-то сразу подумал. У нас же тоже Петров. У нас же тоже отчество Петров. Что-то им очень нравится Петрова. Извиняюсь. Коты, блин, играют. Не дают нормально. Не написал. Нормальный видеоролик записал. На обратной стороне была приклеена вырезка из газет от января 1985 года. «Марш энтузиастов» — гласила заголовок, а дальше шел стих. «Марш энтузиастов» — гласил. Не обращая внимания на стальной текст, мои глаза въелись в припев, которым ручкой были зачеркнуты, исправлены некоторые слова. Страха нет Преград ни в море Ни на суше Чудные Чудных друзей своей Лишь шлет Он иногда Пламя душило Давайте дальше я думаю И в итоге получилось четверостишье И страха нет Преград У страха нет преград Ни в море, ни на суше Чудных друзей лишь шлет он иногда Пламя души своей Тайну зверей в тайге Что принесешь ты Сквозь миры и века Чем больше я смотрел На это послание Тем больше у меня возникало вопрос Прочитав припев Я заметил внизу несколько линий Рядом с которыми были нарисованы Различные значки Всего линии было семь Наверняка Каждый из них означает Пропущенное слово Но как мне их найти? А что если значки Служат подсказками? Нужно искать слова в тексте Обозначенные этими же символами Чтобы составить предложение Ха, детские загадки Я такое в журналах И без библиотеки решал Когда помладше был Так, что тут у нас? Первая идет точка В куплете точка обозначает слово Страх Страха Еще есть линия, подчеркивающая это слово Но не полностью А лишь его основу Не затрагивая окончания Значит страх Хорошо Осталось шесть слов Следующий знак Звездочка Звездочкой обозначено слово Шлет Штрах Страх шлет Пламя Быстро подбежав Пробежав глазами по куплету Я Связал цепь Страх шлет пламя Для зверей в тайге Что это может значить? Какой-то код? В шпионских фильмах так В фильмах часто придумывают Разные фразы Которые спрашивали На входе в какой-нибудь Секретный штаб Неужели в нашем поселке Есть такой? Вряд ли Но обсудить с Полиной Это стоит Отложив листок Я вновь взялся за ручку Пальцами Пальцы сами тянулись Понажимать на серебряные кнопки Однако сколько я не старался Ничего не происходило Мониторчик по-прежнему Оставался пустым Видимо действительно Батарейки окислились Или их там вообще нет Перехватив ручку Посильнее я попытался Ее раскрутить Ох Как же крепко сидит Неудивительно Что ее даже Ромка Раскрутить не смог Похоже придется идти на Полус Придется идти за плаксогубцами Надеюсь папа их не забрал Прям какая-то прям Шпионские Шпионские игры начинаются Загадки Так Вернувшись к себе я Так мы забрали Сколько уже Блин быстро Время течет Вернувшись к себе Я снова схватил ручку И зажав ее Клещ В клещах инструмента Стал проворачивать Ну а уже Увидим мы уже Окончательную разгадку Этих шифров Хотя честно говоря Мне хочется дальше продолжить Но не будем все таки Выходить за Пределы Пределы которые Я вырисовал Надеюсь вам понравилось В следующей серии Уже узнаем Что будет с этим шифром И скорее всего Он 100% Скорее всего Мы бы не разгадали Не разгадали его Если бы у нас не было Этой ручки Ну что ж Интересно все таки Что же нам В награду дадут Заглядывайте в описание Там ссылочка Опять-таки На группу На группу More Than Graphics И на мой Дискорд сервер И в описании Заглядываю И в комментарии Пишите комментарии Предлагайте игры Для прохождения Так как я все читаю И добавляю в список Это меня очень Отчасти радует И мотивирует Также Продолжать Проходить игры И вы так Именно видеоролик Поможете в продвижении И не забывайте Жать на кнопочку Подписаться На колокольчик А то На наш канал Наш канал Смотрят с подпиской Только 55% А все остальные Без подписки И с вами Я конечно же Не прощаюсь Скоро увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok